Плавь Плавь Ольга, а когда у нас следующий пациент? Не знаю, сейчас посмотрю. Через десять минут? Не успею уже. Ладно. Привет, дядя Толик! Малыш, господи, что ты трубку не берешь? Я тебе звоню, дозвониться не могу. Ну это же ужас какой-то, я же нервничаю. Так у меня просто мобильник разъеделся. Боже мой, у мамы Макса сердечный приступ. У Анны Борисовны? Да. Так нужно срочно Максу звонить? Не-не-не, подожди, Анна, они сейчас БСП и Максим сейчас не до тебя. Малыш мой, господи, я тебя так люблю, боже мой. Я так перенервничала. Мы должны друг друга беречь, а не бросать и не обижать друг друга. Ну это же так глупо, глупо. Боже мой, а у вас чё такая жена? Не надо будет. Стасик! Я не вернула! Вы постойте! Вы постойте мне не сказали! Убила бы. Прости меня. Ты тут ни при чём. Мал! Мал! Макс! Здрасте. Ты как? Хорошо. Здравствуйте. Привет. Анна Борисовна, может быть вам что-то нужно? Еда, лекарства или что-то из дома? Мы всё привезём. Нет, спасибо, Леша всё привёз. Макс, можно тебе на минуточку? Сейчас я приду. Что врачи говорят? Сделали ЭКГ, это не инфаркт. Завтра отпустят домой. Но постельный режим, диета и покой. Как это случилось? Ты будешь говорить? Я ударил твоего отца. При ней. Он её оскорблял. Узнаю папу. Мне жаль. Нет, ничего. Я представляю, как это было. Никогда не могу вовремя остановиться. А что именно он ей сказал? Давай я не буду это повторять. Спасибо. Ну, всегда. Ну и тоже, да что ж такое, всё время опаздывать. Невозможно. Ноутбук. Да, сейчас. Не забудь ноутбук. Макнот. Вот что мне очень нужно. Кстати, вот ноутбук, не забудь. Всё, да. Пока. Ноутбук. Чёрт, да что ж такое? Снова поцелуй. Еда. Нет. Ты худая, тебе надо есть. Да. Спасибо. Пока. Пока. Ну что? Осталось только штамп в паспорте поставить, да? Ну это так, пустяки. Ань. Аню. Анечка, погоди, погоди, погоди. Ты прости меня. За всё прости. Будь счастлива. Дамы и господа, через четыре часа сорок пять минут мы совершим посадку в аэропорту Барахас города Мадрид. Горизонтавио желает вам приятного полёта. Горизонтавио желает вам приятного полёта. Я уже скучаю по тебе. Как только приземлюсь, сразу позвоню. Не важно где ты, я чувствую, что ты близко. С этого дня у нас с тобой начнётся совсем другая, новая жизнь. Лёш, пора. Лёш, пора. Сань, привет. Собираюсь на шопинг. Не хочешь составить мне компанию? Нет, я не могу. Я готовлю репортаж. И к тому же мы уже с Ингой недавно совершили рейд по магазинам. Ну, если же ты собираешься, правильно? Давай встретимся в ресторане у Инги. Я очень хочу с вами поболтать. Ева, я не могу. Я работаю. А ты развлекайся и передавай привет своему мужу. Зануда. Фёдор Николаевич, ещё двадцать минут и я закончу. Сейчас. Не спеши, Саш. Я тут подумал, Рома прав. Мы должны дать нашему зрителю секс. Ну, мы же уже делали репортажи на эту тему. Фёдор Николаевич, я понимаю, что голые тела на экране – это лучший способ поднять рейтинги. Но нельзя же всё время об этом. Мы вот собрались рассказать о приютах для бездомных животных. Или, по-вашему, это не важно? 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 Ну, всё же… Подумай ещё, Саша. Спасибо. Да. Да. И что теперь? Что, что? Искать секс. Чёрт, я побрал Плачевского с его идеями. Дождик. Послушай, это был последний магазин. Хорошо? Хорошо. Слушай, тебе не кажется, что Сашка окончательно превратилась в синячолок? Думай только о рабочем. Ладно тебе, отстанет мне. Смотри, какая штука. Слушай, давай вернёмся за розовым босоножком. Слушай, у тебя их сто пятьдесят тысяч пар. Пошли. За мной да. Пошли. Слушай, тебе не кажется, что этот мужик за нами следит? И ты не муж твой случайно? Нет, не муж, но я бы не удивилась. Слушай, а вот реально, если бы твой муж захотел бы тебя вернуть и гонялся бы за тобой по пятам, что бы ты сделала? Подарила бы ему байк и послала бы куда подальше. А почему байк? Ну, он о нём всегда мечтал и потом это придало бы ему нужное ускорение. Девушки, добрый день. Я прошу прощения, я кинорежиссёр из компании «Мега студия». Может быть, слышали? Нет. Вы знаете, я только вас увидел, я понял, у меня для них есть чудесный план. Они, случайно, не из секты? Угу. Ну, скорее всего, из секты поиска талантов. Вы знаете, что такое кино? Нет. Неа. Что вы? Это блеск софит. Это крупный план. Это красивый ракурс. Вам тридцать. Приблизительно. Слушайте, вы нахал. Нет, я не хотел вас обидеть. Мы просто ищем новые нестандартные лица для своих новых роликов. А женщина после тридцати, она необычайно прекрасна. Как говорят, ещё свежа, но уже умна. Вот я с высоты собственного возраста отлично вижу, что вы сам настоящий мошенник. Я прошу прощения. Мне очень неприятно, что у вас сложилось обо мне такое мнение. Я попытаюсь это всё исправить. Подождите меня минутку. Присядьте. Пожалуйста. Конечно. Слушай, что ты меня щиплешь? Это сам настоящий мошенник, маньяк, если вообще не извращенец. Я всё сказала. А теперь послушай меня. Тебе не кажется, что этот псевдорежиссёр мог бы как-то заинтересовать Сашку? И она могла бы снять неплохой репортаж. Присаживайся. А, отлично. А вот и я. Это вместо цветов. Спасибо. Ну, рассказывайте, чем занимаетесь, где работаете? Она безработная. И я тоже перебиваюсь случайными заработками. Я не могу поверить. Девушки с такими данными не могут найти достойную работу. Я всегда мечтала стать актрисой. Я верила, что этот день настанет. А что мы будем снимать? Реклама биодобавок. Королевский размер. Девчонки, учтите, все, кто работал с нами, стали звёздами. Готовы к успеху? Всегда готовы. Ну да. Да, только существует небольшой нюанс. Съёмки будут проходить в Греции. Я люблю Грецию. Это хороший нюанс. Да. Вы знаете, мы подумали, что пляжи Греции, они создадут определённую атмосферу. И вам нужно будет сняться, ну, слегка обнажёнными. Совсем? Нет, нет. Давайте не терять времени. Мы пройдём ближайшую гостиницу, сделаем прудные снимки. Ну как, вы согласны? Да, мы согласны. Возьмите, пожалуйста, я на диете. Спасибо большое. Вы идите, а я вас догоню. А сколько нам заплатят? Всё. Я так больше не могу. Я увольняюсь и на этот раз серьёзно. Я тоже не хочу работать под руководством этой придурка Пальчевского. Если ему хочется секса, то при чём тут мы? Я не понимаю, почему он имеет такое влияние на Фёдора Николаевича? Девочки, послушайте, я тоже близка к тому, что… Сейчас, извините. Да, Инга. Инга, я знаю, что вы ходите с Евой по магазинам, но я на работе. Опа. Так. Задержите его, я еду. Девочки, кажется, это то, что нам нужно. Инга, Инга. Мне вот это не нравится. Успокойся, всё под контролем. Так, девчонки, ну, думаю, что в этом вы будете выглядеть как конфетки. А давайте подождём нашу подругу. Она тоже мечтает сняться в рекламе. Подругу? А она такая же красивая, как и вы. Да что вы, лучше. К тому же она профессионал. Да? Ну что же, это трио. Мне нравится. О, это она. Да? Здрасьте. Привет, Саш. Привет, мои дорогие. Ну что, идём переодеваться? Да. Значит, мне кажется, это тебе. Нет, это моё. Ага, это будет тебе. Ну ладно, пусть это будет тебе. Ну, в общем, выбирайте, тут много всего интересного. Нет, 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 нет. Ну что, это, это не то. Я подобрал для вас прекрасное бикини. Бикини. Бикини? Да. Да ну что вы, это прошлый век. Ну, вон у вас с половины стены барышин в бикини. Нет, у меня другая концепция. И вообще, я снималась в «Император желает познакомиться». Так что доверьтесь мне. Да. Доверьтесь. Да. Девочки, идём переодеваться. Пойдём. Все будет. Что? Что не так? Ну, это не то, что я хотел. Девчонки, примерьте купельники. Они, они красивые. В них вы произведёте просто фурор. Нет, я не собираюсь это надевать. Переоденитесь. Не будем спорить с профессионалом. Пойдём переодеваться. Пойдём. Переоденьтесь, в ванное там. Угу, спасибо. А вы? А я после девочек. Ой! Обожаю бухрому. Я вас так вижу. Так, хорошо, потрясающе. Восхитительно. Ну что же, настало время немного, немного раздеться. Эй! 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 Прекратите! Руки! Снимай! Прекратите! Эй! Чего вы ломаетесь, я не пойму? Ну вы же не девочки, а? Ну давай, 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 давай! Руки брал! Снимай! Улыбаемся. Можно даже раздеться. Снимай! Убери камеру, говорю! Крупнее! Убери камеру! Я умею петь, танцевать, а еще я очень романтична. Я вам нравлюсь, правда? Интересно, сколько же в городе таких идиоток? Ну, судя по количеству дисков, найденных у него, немало, Федор Николаевич. Я не могу понять, почему они на это ведутся. Ну, просто у них психология позапрошлого века. Женщина обязана быть сексуальной и всем нравится. Вот. Поднимите эту тему в неслучайном свидетеле, что мешает нашим женщинам быть по-настоящему свободными. Хорошо, мы подумаем, как обыграть эту тему. Отлично. Я бы так и оставил. Вот так и должно быть в записи. И мне нравится. По-моему, круто получилось. Макс, а мы пока будем записываться. Ты уйдешь с канала? Да, придется. И больше не вернешься? Всем привет. Привет. А, простите, Макс, можно тебя на минутку? Конечно. Эй, говорят, ты на канале до конца недели? Да, до конца недели. Я так договорился. Потом я буду работать над новым альбомом. Ты записываешь новый альбом? Да. И все благодаря тебе. А дашь послушать? Нет. Приходи на концерт и слушай. Какие у нас планы на вечер? Я здесь точно зависну до поздна. Ну, когда, Мик, ты придешь домой? Я надеюсь. Я буду ждать. Проваливай меня до работы. Отпусти меня. Привет, Таня Вера. Я уже туда. А, точно. Гори. Ровно и не спеши. Прямо в глаза смотри. В сердце впускай. Беспечно. Рви. Струны своей души. Только давай души. Мы же теперь навечно. Как круто, что нас познакомил Так внезапно, нежданно В этом мире огромном Этот город влюбленных Город влюбленных Город влюбленных А мы так долго вродили Друга, друга отдельно Под этим небом бездонным Спасибо тебе, город влюбленных Город влюбленных Плавь Чувствов тугой булавь Если можешь, пылай Просто потом Не важно Кто прав Лишь бы любовь была Лишь бы в тебе жила Если впустил Однажды Как круто, что нас познакомил Так внезапно, нежданно В этом мире огромном Это город влюбленных Город влюбленных Город влюбленных А мы так долго вродили Друга, друга отдельно Под этим небом бездонным Спасибо тебе, город влюбленных Город влюбленных Город влюбленных Спасибо тебе. Город влюбленный, город влюбленный, город влюбленный, город влюбленный. Полясины, по ступеньке. Ой, какой кошмар. Я это никогда не запомню. Анна, разрешит мне поиграть в ангрибин? Разумеется, разрешит. Давай, раздувайся. Евочка! Опять? Только не это. О, Евочка! У меня сегодня встреча выпускников. Посидишь состать? Прости, пожалуйста, я не могу. Я не могу. Серьезно, у меня очень много работы. Ну, ничего. Он будет вести себя тихо-тихо. Правда, малыш? Правда! Ну, понимаешь… О, Боже мой, это же была моя любимая японская ваза. Евочка, ну ты же не очень расстроилась? Таких, на самом деле, японских вазов на каждом углу. А ты разрешишь мне поиграть в ангрибердс? Да подожди ты со своим ангрибердс. Евочка, его нужно покормить. Кстати, давай, тетя, великолепно готовлю. Так что, прости все, что хочешь. Хочу я яичницу с помидорами. Да. Ну, ты же приготовишь, да? Значит, обычная глазунья из трех яиц. Он ее обожает. А конфеты у тебя есть? Так, Стасик, слушай меня внимательно. Никакого телевизора после одиннадцати, ясно? Ох, подожди, как я одиннадцатый. Что, надолго, что ли? Его папа сегодня на работе допоздна. Ну, я подумала, чего мне дома киснуть. Пойду повеселюсь. Спасибо тебе. Все, пока. Ой, а что это такое у тебя? Боже, какой пиджак. И сумка в тон. Где ты нашла? О, я буду самая крутая на встречу выпускников. Спасибо тебе большое. Все, вы не скучайте. Слушаться мне тетю Еу. Ясно? Все, пока. Тетя Еу, я хочу ей яичницу. Ага. Вот тебе и балясины. Пришел имейл из Лондона. Они хотят взглянуть на наше меню. Отлично. Вышли английский вариант нашего меню. И не забудь указать, что мы используем только фермерские продукты. Считай, уже сделано. Спасибо. Инга. Мы знакомы? Меня зовут Роман Пальчевский. Я тележурналист. А, вы работаете на ТВ-10, верно? Надо же. Наша слава бежит впереди нас. Не думал, что вы меня узнаете. Я хотел бы угостить вас ужином. Конечно, если вы не против. Ужином в моем ресторане? Оригинально. Я вообще неординарная личность. Так что, вы составите мне компанию? Мне было бы очень приятно. А давайте. Прошу. Спасибо. Вина? Да, с удовольствием. Я взял сухую Испанию. Обожаю. Мама дорогая. Ева! Я здесь. Что это? А это твоя сестра оставила у меня твого племянника. У нее все время встречи выпускников. А что, Стасик съел три пиццы? Нет. Были еще детишки, которые ходят ко мне на английский. Стасик их в любезную пригласил. Я больше так не могу. Я реально так больше не могу. Я и твоя сестра, это просто невыносимо. Мне работать надо. У меня времени вообще нет. Я так больше не могу. Ну, девочка, не расстраивайся. Тебе удалось почти невозможно. Ты сейчас помогаешь Ларисе. Ты почти нашла общий язык с моим отцом. Просто пока тебе еще не привычна твоя новая роль. Так, а где мой мобильник-то? Точно, забыл в машине. Я сейчас. Как красиво. Та-дам. А запах. Я уверена, что это очень вкусно. Ты попробуй. Сейчас, я не то, что попробую, а как наверну. Гениально. Нет, правда, очень вкусно. Саша, что не так? Ни в чем все очень вкусно. Просто, ну, чуть-чуть пересолено. Но это не страшно. Я же понимаю, почему. Поэтому мне даже приятно. Ясно. Ну, пей больше воды тогда. Ладно. Есть еще фасоль. Эля, ты куда понес? Я буду есть форели. И фасоль тоже буду. Вообще, я буду есть все, что ты приготовил. Потому что это, правда, вкусно. И потому что я с тобой очень счастлива. Прости. Меня вот это все сейчас очень отвлекает. Мне надо мелодию записать. А что мы будем делать на выходные? А ты знаешь, мама звала к себе на пельмени. Это же ее фирменное блюдо. И Лариса с Гришей. Вот. Как? И Стасик будет? Ну, куда же без него? Толя, зачем мы опять к твоим родителям едем? Елочка, я понимаю, что тебе с ним непросто. Но ведь родители не выбирают. Знаешь, о чем я мечтаю? О чем? Я мечтал, чтобы у меня была большая, дружная семья. Чтобы мы каждые выходные собирались вместе. Все бабушки, дедушки, папа, мама, дети. Все общались. И все бы друг друга понимали. Так же. Ну, ты знаешь, я думаю, что когда у нас появится ребенок, все поменяется. И мама станет нам помогать. Да? А что она с Стасиком-то не помогает? Ну, с Стасиком сложно. Ты прости меня, я не готова. Каждую субботу и воскресенье проводить с твоей семьей. Малыш, ну, ну, теперь и ты, и твоя семья. Ну, вот, Ева. Ты получила все, что хотела. Ну, разве ты счастлива? Ты еще кто? Ева. Привет. Что-то случилось? Василий, ничего не случилось. Я соскучилась, хотела тебя увидеть. Все ясно. Посолилась с Толиком. Да ничего не посолилась. Он спит с сном, младенец. Он даже не знает, что я ушла. Чем-то очень вкусно пахнет. М-м-м. Вау. Форель. Это рыба? Очень вкусно. Даши рецепт? Обязательно. Завтра. Так, ладно, все. Выкладывай, что произошло? Не просто же так ты заявилась ко мне среди ночи. Ну, не знаю. Я просто почувствовала, что не нужно с кем-то поговорить. А его я блудить не могу. У него много работы. Ну, вообще-то у меня тоже много работы, если ты не заметила. Ты-то другое. Ты подруга. А-а. Что-то мне подсказывает, что как-то уже и в браке ты не очень хорошо себя чувствуешь, да? Нет. Я очень хорошо себя еще и в браке. Я могу с гордостью говорить теперь, что я замужем. Я не ложу по сайту знакомств. Я уже не ужинаю в одиночестве и тому подобное и все такое. Ну, вот видишь, как тебе хорошо. Ну, значит, в таком случае ты пришла посыпать соль на рану своей подруге. Вино у тебя вкусное. А что у тебя за бардак такой? Хочу я уберу тебя. Нет. Не надо наводить у меня порядок. Я сама в состоянии навести его. Ну, ладно. Я тогда пойду. Я только пять минут посижу в твоем массажном кресле. Ш-ш-што? Нет, Ева! Ой, а кто это? Ева! Ну, будь. Макс, прости. А, ну это так здорово! Вы живете вместе с Максимом. Да, пожалуйста, Максим. А я не ожидала, что вы так быстренько сойдетесь. Ну, это не зря. Ты ловила букет на моей свадьбе. Да. Ну, расскажи мне, пожалуйста, ну как у вас там? Ева, у меня очень много работы. Иди к своему Пирогову. А предложение он тебе уже сделает? Пока. Эй! Эй! А как ты съездил? Хорошо. А как у тебя дела? Все нормально? Ого. Слушай, на днях приезжает моя мама. И очень хочет с тобой познакомиться. И она... Она знает, ну, что я... Да, да, она... Она знает. И все равно хочет со мной познакомиться? Ань, что тебя смущает, скажи? Ты что, виновата, что ты родилась раньше меня? М? Не виновата. Как вы отреагируете, если незнакомец предложит сняться вам в кино? Ведь многие девушки считают свою жизнь скучной, а работа слишком тяжелой. Искушение вырваться из серых будней может взять верх над здравым смыслом. Наш следующий сюжет о доверчивости и подлости. О том, кто подчас скрывается под маской кинорежиссера. Будьте осторожны. Грезы о Голливуде иногда превращаются в кошмар. Отличное вступление. Поехали дальше. Первая, вторая камера. Вы готовы? Скажи мне. Да. Ты веришь в судьбу? Да. Ну, например, она знает, что мы с тобой пара двоечников, сбежавших занятий. Но почему-то пока закрывает на это глаза. То есть мы делаем что-то плохое и потом за это будем наказаны? Я не знаю. Ань. Ну, прости. В кино пойдем? Нет. В кино мы завтра пойдем. А сегодня? А сегодня надо кое-что сделать. Хорошо? Нет. Нет. Да. Нет. Да. В кино пойдем сегодня. Прости, ну, я не знаю. Добрый вечер. Что ж вы так бежите, молодежь? Я ни слова не успела вам сказать. Мимо меня шасть в лифт. Вот это вам, Велерий, передать. Мне? Да. Возьми, возьми. Спасибо. От кого? Ой, а я и не спросила. Женщина, такая симпатичная. Женщина? Да. Ну, что ж, благодарю вас. Всего вам хорошего. Да и вам. До свидания. До свидания, до свидания. Давай посмотрим на подарок. Женщина симпатичная. Что ж это? Ух ты. Коробочка-то какая. О, тут даже записка. Держи. Ах, какая красота. Ты только посмотри ее. Я как-то волнуюсь. Саша, это браслет моей бабушке. Когда-то она отдала его моей маме, а мама передала мне. Мне нет дочери, но однажды я пообещала Максиму, что подарю этот браслет. Прости, здесь просто нераспорчиво написано. Женщина, на которой он женится. А, да. Желаю вам счастья. Да. А ты бы... Ну, это... Вышла за меня замуж. Саша, выходи с меня замуж. Хорошо. Да. Так, а это список гостей на завтра. С тобой сидел один тип на днях. А, да. Такой неприятный. Зачем же ты с ним сидела? А... Мне нужно было с ним поговорить по поводу Саши. Это ее коллега. И как? Получилось? Нет. На тему работал, молчал, как рыба. А вот другую тему активно развивал. И эта тема мне совершенно не нравилась. Вадим, ты стал таким внимательным ко мне. Все замечаешь. Тебе это не нравится? Пока не знаю. Ну, тогда на всякий случай я продолжу в том же духе. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кофе? Да. Тебе повторить? Нет, спасибо. Макс подарил мне. Его мама. Между прочим, фамильная драгоценность. То есть вы совсем-совсем помирились. Макс сделал мне предложение. Сашка, поздравляю вас. Спасибо. Благодарю. А я еще не верила в эти истории про свадебные букеты. Ой, ну ты прям как Ева. Что здесь букет? Не нравится? Что-то не могу. В последнее время вообще как-то ничего не ем. Ну, то есть, ем, но какой-то странный вкус у всей еды. Сашка, а ты случайно не беременна? Нет. Это просто я нервничаю. Очень много событий. К доктору сходи на всякий случай. Как твой медосмотр? Ой, отлично. Доктор сказал, что я абсолютно здоровая. Меня хоть в космос отправляй. Поехали. На такси? Ух ты, а куда мы едем? Не скажу. Снова шантаж. Сейчас все увидишь. А зачем ты меня сюда привез? У тебя паспорт с собой? Ну, допустим. Мы подаем заявление. Так закрыто же! Я договорился. Нас там ждут. Можно? Да, я подругу. Это тебе. Ты отхватила лучшего мужчину на планете. И он хочет, чтобы ты вышла за него замуж. Прямо сейчас. Возьми мне, пожалуйста, под руку. Давай сделаем вид, что мы нормальная пара. Макс, если честно, я вообще не уверена, стоит ли мне выходить за вас. Замуж. Даже за меня? Тем более за тебя. Ну, если подумать, то брак это совершенно бесполезная затея. Саш, не надо сейчас много думать. Ну, ты же понимаешь, о чем я? Если любовь уйдет, то не важно, есть у тебя штамп в паспорте или нет. Семья все равно разрушится. И к тому же после всех этих церемоний начинается бытовуха, рутина, все катится, тарф-тарары. Почему? Почему ты решила, что это с нами произойдет? Я хочу прожить с тобой долгую, счастливую жизнь. С кучей детей. Жизнь, полную приключений. Ну, допустим. Не допустим, а так и будет. Даже если я и соглашусь на это мероприятие, то оно точно будет не ночью и точно не втайне от твоей мамы. И все будет по-взрослому. Саша. Вызывай такси, идем отсюда. Господи, ну почему я полюбил зануду? Да потому что ты сам зануда. Иди сюда. Эй! Иди сюда. Как круто, что нас сквозь наконул, так внезапно, нежданно, в этом мире огромном. Этот город влюбленных, город влюбленных, город влюбленных. А мы так долго братьюли, друг от друга отдельно, победим в небо бездонных. Спасибо тебе, город влюбленных, город влюбленных, город влюбленных. Спасибо тебе, город влюбленных, город влюбленных, город влюбленных.